Девушки отдыхают Я такой, блин, чуваки, вообще без вопросов Смотрите, что мне привезли Вот такой вот шмат, друзья мои Вы хоть знаете, что это? Вы скажете, ну это какой-то шмат, судя по всему, с костями, с какими-то ребрами Друзья, это то мясо, которое идет из коровы, из которой делают стейки Эта порода называется, коровья называется ангус И как правило, когда вы приходите в ресторан и вам нарезают шматки мяса на стейк Их нарезают из этой коровы Логично, что у этой коровы есть и ребра И сегодня мне достался вот такой вот кусок ребер с мраморной говядиной Это просто обалдеть Наконец-то это мне досталось Я очень хочу попробовать, как говядина такого уровня чувствуется на зубах Учитывая, что она еще и с косточками будет сделана Огромное спасибо моему сегодняшнему мясному спонсору Чувакам с сайта gourmanin.ru Ссылка на них в описании Раньше они занимались только оптом То есть если ты был владельцем ресторана, ты мог заказать 40 килограмм вот такого мяса А если ты обычный там частный человек То в розницу ты не мог купить у них ничего Потому что их интересовали только огромные партии И вот совсем недавно их начали интересовать и обычные земные люди С небольшими маленькими заказами Поэтому теперь на сайте gourmanin.ru Можно себе заказать просто, например, вот такой вот кусок мяса К сожалению, только для тех, кто живет в Питере Извините, кто живет в Москве и в других городах Ищите, скорее всего, с доставкой Этот кусок можно купить много где Нет такой возможности Заменяйте свининой Либо заменяйте обычной говядиной или телятиной Рассказывать, сколько этот кусок стоит я не буду Я не буду рассказывать, что он дешевый И он стоит примерно в полтора раза дороже Это мраморная говядина От мраморной коровы Это прекрасно видно Стоит примерно в полтора раза дороже, чем обычная свинина Но, блин, это должно стоить того Сейчас мы потестим на этом куске рецепт Джейми Оливера Итак, рецепт заключается в том, что он отстойный Он очень отстойный Он отстойный тем, что мясо должно делаться в духовке В течение 6-8 часов Чтобы вот эта вот говядина, она буквально сама отпадала от косточек Ненавижу такие рецепты Ненавижу ждать 6-8 часов Но, что поделать Давайте наше мясо подготовим Но сначала, само собой, займемся теми пленками Которые на всех ребрах Присутствуют с обратной стороны Со стороны ребер Пленки эти не позволяют мясу ни пронариноваться, ни пропитываться какими-то ароматами Поэтому пленки эти нужно обязательно удалять Делается это с помощью А, собственно, вы видели, это уже на примере свиных ребер кучура С помощью бумажного полотенца То есть вы что-нибудь прихватываете и вот так вот Вот так вот Отрываете эти пленки Не так уж это Не так уж это и сложно, чуваки Обычная подготовка Содрали пленки Что касается жира С обратной стороны всегда есть жир А здесь штука в чем Его можно, ну если вы видите, что дофига на ребрах жира Просто вообще дофига Его можно этот жир как-то вот так вот отреминговать Но не в этом, не в этом рецепте Почему? Мясо в этом рецепте приготовляется настолько долго При небольшой температуре Что все вот это вот, оно все оплавится и уйдет вниз Поэтому его можно даже не надсекать Его можно там не обрезать, не делать ничего Все, что мы сделаем, это следующее Приперчим Наши ребрышки Хорошенько Добро так Приперчим Добавим маслица Хорошего какого-нибудь оливочного маслица Чисто, чтобы специи прилипали Добавим соли Можно, например, аккуратненько Можно, например, крупный морской Вот так чуть-чуть То же самое проделаем с другой стороны Да, ты мой Кузьманчик Молодец Хороший Кто твоя папочка? Сейчас мы тебя приготовим На моей перцемолке есть такая пимпа Как только я ее чуть-чуть откручиваю У меня жернова немножко уходит внутрь И зерно Хамол Хамол становится грубее Может кто-то не знал этого Еще я добавлю розмарин и тимьян В рецепте Джейми Оливера этого нет Но просто у меня сейчас есть розмарин и тимьян А он не всегда бывает в гипермаркетах И настолько круто Розмарин и тимьян Чуть-чуть-чуть нежно заходят к мраморной говядинке Что это просто мастхэв, я считаю Выкладываем наш Кузьман в противень Укладываем костями вниз Почему? Потому что если вам нужно быстро вытопить жир на сковородке Вы кладете жиром на сковородку Здесь же все это будет происходить при небольшой температуре Огромное количество времени Все это подплавится и будет стекать вниз Как бы увлажняя мясо Что касается розмарина и тимьяна Да вот оно просто тут ляжет сверху И не особая проблема Важный момент Вот тут реально важный момент Нужно это дело очень круто завесить фольгой В 3-4 слоя В 2 слоя Чтобы как можно меньше влаги От нашего куска Выходило наружу То есть как бы мы делаем вот так вот Несколько слоев И очень тщательно Поджимаем их К краям А теперь наступает самая противная часть всего этого рецепта 100 градусов по Цельсию На 6-8 часов Впрочем я думаю что и 5 часов будет достаточно То есть это мясо будет нежным Потому что это блин долбанная мраморная говядина Ну я не уверен что можно ребра назвать мраморной говядиной Имеется ввиду что сорт этой коровы Он обалденно вкусный, сочный и нежный Так что я думаю Даже если вы поставите на 4 часа Будет крайне съедобно Но у Джейми Оливера в рецепте У которого я стырил этот рецепт Подбрил так сказать Он поставил на 8 часов То есть он довел это мясо до того состояния Коя просто там все Волокна там сами просто Отваливаются от косточек Небольшой комментарий Если вы понятия не имеете Сколько градусов выдает ваша духовка Например у вас старая газовая духовка Делайте следующим образом Просто ставьте вниз в духовку какой-нибудь там чугунный тазик Или какую-нибудь тару И наливайте туда воду Как только вода начинает немножко бурлить Все Вот это вот 100 градусов Это и индикатор что уже 100 градусов То есть вода закипела И собственно понижатель температуры То есть духовка не нагреется до 300 градусов Пока в ней есть невыпаренная вода В общем я сначала думал Что я один кусок таких ребер сделаю на гриле на даче А второй кусок сделаю сегодня Но потом я понял что я не буду удержать оператора 6-8 часов Прямо за камерой И что мы тут будем делать 6-8 часов Поэтому один кусок я вам показал Что с ним делается прямо сейчас А один кусок я запихал с утра То есть с утра сколько уже часов 6-7 часов прошло где-то вот так Сейчас мы посмотрим что происходит Точно таким же куском ребер через 6-7 часов Так вот он моя красотуля Посмотрите что случилось с жирком Я жирок не срезал Его тут почти нет Посмотрите насколько усел кусок Из него ребра стали просто Они просто торчат Пахнет это просто Я не знаю Пахнет божественно Выглядит божественно Вау Так или иначе Из вот этого вот сока внизу Мы сделаем соус Но там дофига жира А столько жира Весь этот жир который был сверху сплавился Нам в соусе не нужно Что же делать? Мы просто выложим этот кусок мяса Аккуратно оно Ах ты! Вот вы посмотрите насколько оно нежное Мы просто взяли И потеряли ребро Мы просто взяли и потеряли его Почему? Потому что это мясо делалось Так вот А все что у нас остается вот тут Мы сольем в стаканчик И в стаканчике Проливаю В стаканчике У нас жидкость расслоится На Жир Вы видите, жир у нас остался сверху И, собственно, говяжий сок Говяжий сок у нас снизу А столько жира нам не нужно Поэтому жир мы уберем Это можно сделать, например, столовой ложечкой Но гораздо удобнее это сделать Просто вот такой вот клизмой, которая продается в любой аптеке И стоит, не знаю, 30 рублей или около того Для кулинарных нужд она подходит просто офигительно Посмотрите, насколько это быстрее Чем заниматься доставанием верхнего слоя столовой ложечкой Выливаем жир куда-нибудь Вы можете использовать его для других кулинарных нужд абсолютно без вопросов Снимем еще остатки Остатки сладкие, е-мое Ну, если чуть-чуть жирка останется, это ничего То, что осталось внизу, друзья мои Это и есть говяжий сок Без лишнего жира Теперь мы просто берем тот говяжий сок Который у нас остался после приготовления Просто говяжий, говяжий реально И на основе его начинаем собирать обмазку для наших ребер Потому что вы прекрасно понимаете, что соль, перец Ну, будет прикольно Они уже адски вкусные, адски нежные Но это пока не очень интересно Итак, весь говяжий Говяжий бульончик, который у нас остался У нас идет в сковородочку Все по рецепту Джейми Оливера Туда же у нас идет довольно дофига кетчупа Где-то две трети стакана Или около того Немножко горчицы Делайте все по своему вкусу Вы можете подбирать Подбирать те вкусы, которые вам нужны Уксус У меня винный уксус Пара столовых ложек для того, чтобы придать Как это Придать какую-то фишку нашему соусу Вустерский соус Я его люблю Чуть побольше запихаю И пара ложек меда Для того, чтобы соус стал сладковатым По-моему, это сочетание уже просто обалденное В своем рецепте Джейми Оливер использовал По-моему, около стакана темного пива Я тоже добавлю пиваса Но я не уверен, что это необходимо Я добавлю светлого, своего любимого пиваса Я думаю, что пивас добавлять желательно Если у вас говяжьего вашего бульона Получилось не очень много И все это дело слишком густое Подвыпарим Подвыпарим до состояния Жидкой сметаны Чтобы это можно было дело на ребрышки Намазать Само собой, по желанию Вы можете ваш соус Вашу обмазку для ребер немного подсолить Ну вот, прошло минут 5 И наш соус превращается Вот в такую вот консистенцию Еще где-то минуточка И начнем намазывать Ну вот, как-то так Можно загустить еще сильнее Но я считаю, что в самый раз Фишка в том, что сейчас эти ребра пойдут Где-то на 30-40 минут в духовку В последний раз Последний раз пойдут в духовку И вот это вот все дело Чем мы поливаем Оно карамелизуется И будет Будет просто Просто будет Кулинарный оргазм Серьезно Я попробовал соус В нем все в тему Разве что пиво Я своего светлого не почувствовал Наверное, надо брать темное А так, чуть-чуть горчички Кислинка от уксуса Вустовский соус Идеально Йорик Бедный Йорик Я знал его, Горацио Сделаем салат какой-нибудь Чтобы был, типа, гарнир Сами по себе Говяжьи ребра Это довольно Довольно тяжелая пища Если можно так выразиться Плюс к ней Может вы заметили На заднем плане У нас еще Варится картошечка Из которой мы сделаем пюре Поэтому нужно это делать Чем-то разнообразить Какими-то овощами Или еще чем-то Мы возьмем Немножечко Пассеруем Перчик Чисто Вот так Чтобы он стал чуть помягче И смешаем его С очень таким Нежным Сметанным Соусом С йогуртом Конечно, в салат Можно зафигачить Перец просто так То есть, типа Положили И нормально Но Он будет слишком Слишком сочный Слишком сильно хрустеть Поэтому мы быстренько Быстренько в боке Его пассеруем На такое количество перца Минуточки 3 В заправку для салата Вы можете добавлять Любые специи Которые хотите Мне кажется Сюда прикольно Зайдет Немножечко семян Фенхеля Мне как бы такие Непонятно То ли Копченые То ли Еще что-то Ну, совсем чуть-чуть Для того, чтобы они Раскрыли свой аромат Мы их просто Подсушим на сковородочке Пара щепоток Будет более чем достаточно И немножко зелени Чисто для симметрии Можете взять какой-нибудь Салат Айсберг Что-нибудь хрустящее Вообще Можете брать Любые овощи Которые вам нравятся У нас будет Такой достаточно Легенький Салатик С йогуртовой Ну, потому что Утяжелять это блюдо Из картошки И мяса Абсолютно незачем Семки фенхеля Чуть-чуть разотрем Половина мимо Ну и ладно Чтобы Чуть-чуть раскрыть Их аромат Ну, вот так Самый раз Создаем заправочку Мазик Без мазика Вообще никуда Ну, а чтобы Все это дело было Типа полегче Иллюзорно полегче Добавим йогурта Йогурт Семена Фенхеля Вот так чуть-чуть Чтобы оттенить говядинку Горчички туда тоже Немножечко так Я думаю, чайную ложечку Будет в самый раз Маленько винного уксуса И все это дело Вот так Перемешаем Получится такая Кисленькая заправочка Которая свяжет ваши овощи Любимые вместе Соль, перец Другие специи Само собой по вкусу Попробуем Ммм Вкусняшка Ну и обваляем в этом Те овощи, которые вы нарезали Это может быть даже лук С морковкой С каким-нибудь там бататом Еще с чем-нибудь Дело в том, что йогурт С майонезом С какими-то специями И с буквально Столовой ложечкой уксуса Создает такую кислинку В которой очень приятно Обваливать Овощички А как-то так Перемешаем Получится такая Штука на гарнир Или типа того Ну и маленечко Пюрешки Ничего сложного Сварили картошку Добавили молока И разминаете До той консистенции Пока вам не понравится Ну а потом Хороший шматок Сливочного масла Само собой Без этого Вообще Никуда Так Ну Вот и они Яйца Попышник Красота-то какая Ё-моё Блин Я хочу проверить Насколько они Внутри Сочные Сейчас я выложу Куда-нибудь И мы отрежем кусочек Если бы вы только знали Если бы вы только знали Как это пахнет Вы посмотрите на то Реально тут Просто Мясо Само Видите Оп Все Ребро отвалилось Отходит от костей Посмотрите Вот в чем тема Приготовления Так долго Такого долгого Приготовления Это просто Тающее во рту Мясо Сервируем По простому По нашему Пюрехи Так навалим Нормально Без пюрехи Вообще никуда Мясо без пюрехи Друзья мои Это вообще не вариант Сверху Я не знаю Давайте добавим Нашего салатика Вот этого вот нежного Нежного йогуртового салатика Так Вот так Вот так Например Одно ребро Мяса не желаете Друзья мои Сегодня на ужин Боже Я хочу это попробовать Все 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 вырубай Вы знаете Бывают рецепты Которые Просто классные Например Ты взял кусок свинины Нашпиговал его чесноком Натер каким-то там Солью, перцем Еще чем-то Сушеным чесноком И такой Зашибись Круто А есть рецепты Когда Вот ты сделал По рецепту Человека Ты пробуешь И ты понимаешь Что это реально вещь Это реально ресторанный уровень Эти ребра Просто божественные Я даже не знаю Кому больше отдавать респект То ли Джейми Оливеру За обалденный вот этот соус Которым ребра поливаются То ли гурманину За такие ребра Которые просто тают во рту Вот такие вот у нас Получаются кусочки мяса Ну А что тут было еще ожидать Что тут было еще ожидать Если это то мясо Из которого делаются стейки Точнее тот сорт коровы Мясо нежнейшее Просто обалденное Огромное спасибо Нашему сегодняшнему спонсору Гурманин Гурманин.ру Ссылка в описании Все кто живет в Питере Покупайте Не сомневайтесь Понимаю Что это стоит денег Но Это стоит того Можно сделать по этому рецепту И свинину Тоже будет очень вкусно Но то что мы сделали сейчас Все таки Немножко не свинина Друзья мои Это реально Мраморные говяжьи ребрышки На вкус Божественно Окей Ссылка где купить такое мясо Находится в описании Огромное всем спасибо Огромное спасибо моим зрителям Ставьте лайки и дизлайки Если вам кажется Что это было вкусно То подписывайтесь на канал Или если вам кажется Что это была полная гадость То отписка и дизлайк С вами был славный дружин Обломов Кушайте много Кушайте вкусно Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok